Софья Бенуа. Фаина Раневская. Жизнь проходит и не кланяется. Глава первая. Детство Фаины. Наука одиночества. Эпиграф. Ребёнка с первого класса школы надо учить науке одиночества. Фаина Раневская. Девочка из провинции. Эпиграф. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Фаина Раневская. Душной звёздной августовской ночью 1896 года в приморском городке Таганроги, в опрятном двухэтажном особняке из красного кирпича на улице Николаевской, появилась на свет Фая Фельдман. Кто бы мог тогда подумать, что этой бледненькой, едва слышно пищащей в руках повитухи, новорождённой девочке из респектабельной еврейской семьи, предстоит стать величайшей актрисой своего времени, бесподобной Фаиной Раневской. Как свидетельствовали знаменитые уроженцы Таганрога, жизнь в городке текла вяло, напоминая обмелевшую речушку с болотистыми берегами. Антон Павлович Чехов вспоминал о родном городе. Дом Чеховых находился всего в одном квартале от особняка Фельдман. Таганрог — совершенно мёртвый город. Тихие, пустынные, совершенно безлюдные улицы, засаженные по обеим сторонам деревьями в два ряда, акациями, тополями, липой, из-за которых летом не видно домов. Отсутствие движения на улицах, торгового оживления, мелкий порт, не позволявший большим судам подходить близко к Таганрогу, пустынные сонные бульвары у моря и над морем, и всюду тишина. Мёртвая, тупая, подавляющая тишина, от которой хочется выбежать на улицу и закричать «Караул!». Тихим очарованием печали и одиночества, заброшенности, медленного умирания веет от безлюдных широких улиц, заросших деревьями, погружённых в дремотное безмолвие. Кажется, пройдёт ещё несколько лет, и буйно разросшиеся акации и бразильские тополя погребут под собой город, и на его месте зашумит густой, непроходимый, дремучий лес. Русский литератор и историк балета Валериан Яковлевич Светлов красочно описывал Таганрог как знойное южное захолустье. Таганрог — очень неинтересный город, для принуждённых постоянно обитать в нём и, главным образом, неинтересный по климатическим условиям. Жара в нём стоит неестественная, доходящая летом до 48-50 градусов, а холод зимою до 20 и больше. Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города. Русский литератный 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 литер в нем содержание осенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза. Однако отцу маленькой Фаи Таганрог вовсе не казался захолустим и болотом. Деятельный и целеустремленный Гирши Хаймович Фельдман был крупным торговцем и фабрикантом, владельцем фабрики сухих красок, нажившим изрядное состояние, включающее несколько доходных домов, портовые склады, магазин и даже пароход Святой Николай. Фаина Раневская рассказывала о жизни своей семьи в период ее детства. «Можно сказать, что тогда мы жили на широкую ногу. Дом полная чаша, множество прислуги, дача под городом. Летом дача обычно пустовала. Семья нередко проводила это время года в Швейцарии, Франции или Италии. Строгий и набожный Гирши Хаймович все свободное время посвящал синагоге, являясь ее старостой, до приюту для старых евреев, который сам и основал. Детьми у Фаины были еще сестра Изабелла и два брата Яков и Лазарь. Занималась мать Милька Рафаиловна Загавайлова. Субтитры создавал DimaTorzok